День города Рязань Губернатор Рязанской области Павел Малков в своем телеграм-канале анонсировал увольнение министра транспорта и автомобильных дорог Вадима Решетника. Глава региона написал, цитата, «К сожалению, в этой сфере не выстроена эффективная система управления. Результатом стало назначение непрофильных специалистов на ключевые должности. Отсутствие информационной открытости и взаимодействия со СМИ». Эта отставка, скорее всего, не последняя. Напомним, в среду, 21 сентября, пройдет церемония вступления в должность Павла Малкова, после которой де-юре правительство области уйдет в отставку. Вновь избранный губернатор уже заявил, что, цитата, «не все коллеги продолжат работу в новом составе правительства». Празднование Дня города состоялось. Мероприятия, приуроченные к 927-й годовщине Рязани, прошли в субботу. Получилось душевно. Наша съемочная группа подтвердит. В сквере на Соборной площади у Кремля будто сработала машина времени. Дамы и господа, будто с иллюстрацией к золотому веку русской литературы, в нарядах и головных уборах 19-го столетия играют в давно забытые игры. Пьют чай с самоваров и поют романсы. Эта игра называется «Крокеты». В ней играли в 19-м веке. Это было очень интересное занятие провождения времени. Ребята встречались и игрались. Необходимо было стукнуть по мячу и пройти сквозь лунку. Эта игра пошла и из Европы, и также русские князья очень любили играть в эту игру. Городской пикник в честь дня рождения Рязани не просто вызвал интерес у проходящих мимо горожан, но и стал неким моментом просвещения и историческим экскурсом. В дореволюционной России журфиксы были достаточно распространенным явлением, и в частности в Рязани. Но мы знаем, Салтыков-Щедрин со своей молодой женой любили посещать журфиксы и сами их организовывали. Гостям города, которые случайно здесь оказались, тоже понравилось. Эмоции которых не скрыть. Бесконечные щелчки камер в фотозонах. Очень атмосферно, эстетично, аутентично. Просто класс, слава богу. Спасибо. Продолжаем. Вкусом. Все со вкусом. Мы сразу попали в историю. Сегодня масса очень интересных выглядящих женщин. Холостых мужчин я приглашаю на смотрины. Даже с Беларуси. Вот я приехал с Минска. Да, очень впечатлен. Спасибо. Что лучше, Рязань или Минск? Ну я слишком мало еще в Рязани. Ты не спеши. Не бойся, это не покажут в Минске. Говори Рязань. Рязань. Занятия здесь, в парке, на целый день. Это и лекции, и рассказы экскурсовода Ксении Поначевой о символике цветов в 19 веке. И игры для самых маленьких. Последние лучики золотой осени. Мы на улице. День рождения города. Это праздник. Поэтому у нас много интересных забав, игр, салонные альбомы, стихи. Даже пассианс раскладываем, книги дарим, читаем. Девочки рисуют. Покажи, иди сюда. Девочки рисуют. Тех, кто приходит, тех, кто чай пьет. Я родилась в этом городе всю жизнь. Прожила в нем. Поэтому для меня это моя родина. Через дорогу на территории хлеб-завода тоже своего рода возрождение традиций. Традиции потреблять свое, родное, сделанное земляками. Мы представляем бренд Мисавял. Как видите, предлагаем вам продегустировать индейку и говядину. Это бастурма из индейки и говядины. Делаем здесь. Делаем из места фермерских продуктов. И здесь только мясо и специи. Больше ничего нет. Поэтому рекомендую питаться правильно. Лучше только у нас. Нет ничего лучше фермерских продуктов, произведенных на рязанской земле. Такие местные бренды появляются все чаще. И не только фермеры продвигают свою продукцию, но еще и рукодельницы создают стильные предметы быта и интерьера. Вяжу из стопроцентного хлопка изделия, как корзины для хранения для дома, так и для деток. Даже за границей есть, честно вам скажу. Мой ловец в прошлом году уехал в Швецию. Я занимаюсь где-то около пяти лет. Началось все с хобби. С того, что увидела в интернете красивую картинку, решила попробовать. Мне понравилось. Начала их плести. Понравилось тоже друзьям, другим моим знакомым. Много природных материалов я собираю. Да, у нас здесь, в Солочи. Гастрономический фестиваль развернулся на Лыбецком бульваре. И здесь рязанцы с удовольствием попробовали кухню местных ресторанов, кафе и производителей. А вечером на праздничном концерте вместе пели народные песни. Марина Романюк, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». В Азербайджане завершила двухдневную работу рязанская бизнес-миссия. Как сообщается, достигнут целый ряд конкретных договоренностей и перспективных планов. На площадках в Баку состоялось около ста деловых встреч. Начал свою работу в столице Азербайджана рязанский шоурум, на котором сегодня представлено более 500 товаров от 57 производителей. Полмиллиона долларов США примерно в эту сумму оценивают рязанские власти сумму заключенных контрактов в Баку. Да, немного, но для первого раза вполне прилично. Официальное открытие рязанского шоурума, на котором было представлено более 500 наименований продукции от 57 местных производителей, состоялось 15 сентября в Баку. Отношения между Азербайджаном и Российской Федерацией очень динамично развиваются. Это сказывается и в увеличении товарооборота, экспортных императных операций. Конечно же, очень важная часть этого диалога – это развитие межрегиональных отношений и сегодняшние мероприятия, связанные с бизнес-миссией, с шоурумом предпринимателей из Рязанской области, является очень хорошим показателем. Шоурум в Баку уже шестой по счету. Активная работа по экспортному продвижению рязанской продукции на зарубежных площадках началась еще в сентябре прошлого года. В этих поездках приняли участие более 80 экспортно-ориентированных компаний области. Они заключили договоры на сумму более миллиарда рублей и в Казахстан, Беларусь, Узбекистан, Армению и Киргизию начались поставки мягкой кровли и аксессуаров к ней, канцелярских товаров, светильников, медицинских приборов, стекла и сети материалов рязанского производства. У нас уже знают в Азербайджане, потому что мы уже поставляем свою продукцию сюда, и в Баку, и в другие регионы Азербайджана. Если мы сравним товарооборот между Рязанской областью и Азербайджаном за последние пять лет, то он вырос в два раза. Я уверен, что только начало, есть хорошая динамика, но с такой целенаправленной системной работой мы сможем его увеличить гораздо еще более динамично, буквально в ближайшие годы. Самое главное, что потребность бизнес-миссии в Азербайджане открытия здесь шоурума, это была инициатива нашего рязанского бизнеса, которые сами проявили это желание, потому что у них в последнее время все больше таких позитивных связей с местным бизнесом. В первый же день работы шоурума, кстати, между рязанскими и бакинскими предпринимателями, был достигнут ряд предварительных договоренностей, например, о строительстве нового корпуса центрального таможенного госпиталя, а также о поставке медицинских аксессуаров, пробной партии стекла и алюминиевых реек для монтажа кровли. Шоурум продукции рязанских производителей в Баку продолжит свою работу до 7 октября. Банк России выпустил в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля. «Конек-горбунок» – серия легенды и сказки народов России. Сказка «Конек-горбунок» Петра Ершова – одно из любимых детских произведений многих поколений. Она была написана в 1834 году и с тех пор переиздавалась более 150 раз. В трехрублевом коньке-горбунке 31 грамм серебра. Сама монета 925-й пробы. Что примечательно, монетой можно вполне законно расплачиваться по номиналу. По классике чеканки на лицевой стороне государственный герб страны, а по окружности – выступающий кант. Монета отличается оборотной стороной. Там летящими над сказочным городом изображены конек-горбунок с Иваном, держащим в руке жар-птицу. Внизу надпись «Легенды и сказки народов России». И фигуры сказочных персонажей, и надпись «Рельефные» с эффектом интерференции света. Изображения сказочного города, звезд и луны выполнены в технике лазерного мотирования. Тираж монеты – 5000 штук. «Легенды и сказки народов России» – это серия памятных монет Банка России. Каждая номиналом 3 рубля. «Конек-горбунок» стала пятой в серии. В ходу уже есть «Морозка», «Охотник и змея», «Жар-птица», «Царевна-легушка». Более ста фильмов привезли в Рязани участники российского детского кинофестиваля имени Гриши Панфилова. Праздник «Синема» проходит в Рязани по инициативе киномастерской из «Пасклепиков». Главной темой всех работ стала «Дружба». Фестиваль детского кино имени Гриши Панфилова для Рязани – событие неординарное. Да что там, такой форум здесь вообще впервые. Само его название возникло из научных работ профессора Аллы Севастьяновой, которая кропотливо собирала и систематизировала материалы дружбы между великим русским поэтом, но тогда еще совсем юным, Сережей Есениным и Гришей Панфиловым. Период их совместного обучения в Клепиковской школе. Эта история определила единственную тему всех конкурсных работ – дружбу. В этом году для нас самым важным было понять вообще, на каком языке современные дети, подростки готовы говорить о дружбе. Понимают ли они вообще, что такое дружба, готовы ли они говорить вообще, использовать вообще этот термин даже, потому что сейчас больше говорят отношения, общения. И такая вещь, как дружба, явление для них либо мало знакомо, либо имеет такое количество градаций, что как будто бы вообще нет общего представления об этом. Что такое дружба, точно знает юный режиссер из Тамбова Костя Шинкин. На конкурс он привез анимационную ленту «Сказка о том, как бычок потерялся». С этой работой начинающий режиссер-мультипликатор выиграл одну из номинаций. Фестиваль очень интересный и участвующий в этом фестивале сильнее, чем мои предыдущие, так скажем, соперники из Тамбова, потому что там целые студии, а мы приехали только вот втроем. Главный гость фестиваля – молодой, но уже титулованный режиссер-документалист Владимир Головнев. Рязанский фестиваль он назвал уникальным. Профессиональные, как бы большие кинофестивали, они все-таки работают на киносреду, на профессиональное сообщество и на индустрию, а такие фестивали, как ваш, работают на людей, на детей, не только на детей, но в том числе и на детей. И это очень важно, потому что это такие моменты, которые сегодня как раз то, о чем мы говорили, возрождают интерес к кино. Учат заново смотреть кино, учат собираться для того, чтобы смотреть кино, общаться по поводу кино. Да, здесь нет питчингов, да, здесь нет, может быть, денег, здесь нет того, что, как бы, вот, зачем любят ездить, так сказать, люди, для того, чтобы там поблистать на подиумах и красных дорожках, но здесь есть зритель. В номинации «Игровое кино» победил фильм «На денек» из Казани. Лучшая анимация в Тамбове в числе победителей режиссеры из Якутии в Паторе и Чебоксар не обошли вниманием и рязанские студии. У Кораблино и Рыбного два специальных приза жюри. После неудач в Кубке России, когда решающий мяч был забит на последних секундах игры, футболисты Рязани снова наступили на те же самые грабли. В матче регулярного сезона второй лиги в Тамбове с местным «Спартаком» рязанцы вполне могли рассчитывать на победу, но не получилось. Вот он этот гол, огорчивший рязанских футболистов в самой концовке матча с Тамбовским «Спартаком». Снова длинные свеча в штрафную, снова неразбериха и снова мяч в сетке. И это ничья. А ведь победа была в руках, вернее в ногах подопечных Дмитрия Сережкина. Даже несмотря на пропущенный с пенальти мяч в самом начале второго тайма, которому у тренера гостей, кстати, были большие вопросы. Мы сейчас видели, что пенальти не было. Наш игрок играл мяч в штрафной площади, ставят пенальти. Вытаскиваем игру. Тяжелую, потому что поле тяжелое, в погодные условия. На шестой добавленный нам забивают гол. Я чуть не видел, что шесть добавляли, добавляли три. После пропущенного гола с пенальти рязанцы забили дважды, причем второй мяч провели на 84-й минуте. Но удержать победный счет из-за той самой свечи в штрафную не смогли. 2-2. Тогда ты нам должно повезти, потому что очень часто мы пропускаем на последних минутах или какой-то пенальти, или гол. Поэтому я с ребятами сказал, что да, ничейка, но ничья нас не устроила. Не устроила почему? В плане того, что игра совершенно не понравилась. Не понравилось, как двигались, не понравилось, как завершали атаки, создавали атаки. Были очень инертные в начале, в развитии атаки, в начале атак. В завершении, конечно, туда ничего не доходило. После этой ничьей рязанцы пока замыкают шестерку лучших. Следующие два матча у них с клубами, у которых почти одинаковое название. Сахалин и Сахалинец. Это были все новости на данный момент. Еще больше информации вы сможете найти на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях. На этом я с вами прощаюсь. Хорошего вам вечера и спокойных новостей. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова